ой как вкусно какая экзотика вкусно доброго времени суток поздравляем с церковным праздником святые память которых в этот день празднует святая православная церковь молите бога о нас в общем мы продолжаем самоизолироваться на даче от общества готовим шашлык и развиваем наш youtube канал и канал яндекс дзен лен чего там тебе на планшет интересного на присылали сейчас посмотрю а там опять накидали целую кучу спама причем все на одну тему что на время пандемии по коронавируса надо обязательно запретить аборты но якобы это поможет как-то эту пандемию вот как-то реализовать взять под контроль как же эти пролайферы достали не то слово почему они все-таки такие дебилы ну такая это же ты только сейчас это заметил ну в принципе дебильность пролайферов это вообще-то факт довольно общеизвестный но только сейчас во время пандемии это особо сильно бросается в глаза чем именно так вот именно сейчас это больше бросается в глаза чем другое время но они все время требуют аборты запретить ну вот они требуют все время аборты запретить но тут же они ведут свою пропагандистскую работу это тот который у людей получаются психотравмы и психологические комплексы в том числе комплекс вины так но естественно они там показывают вот эти там абортивные отходы там этих эмбрионов разорванных там в кровище плавающих рассказывают там про гинекологию на уровне конца девятнадцатого начала двадцатого века ну много много трешака будет всякий трешак ну если вы идеологические работники господа пролайферы слушайте нас учим вас дебилов как вести пропаганду но сейчас вот эпидемия коронавируса вы закрывали все организации но объясняйте вы своим зрителям что сейчас пособие на ребенка это единственный источник существования когда работы нет и не будет да почему вы это не говорите вот это хотя бы вот пособие на ребенка хотя бы хоть что-то ну да потому что весь офисный планктон будет сидеть сосать лапу а вы будете 10 тысяч получать на ребенка да просто потому что у вас есть ребенок да ну вот дальше потом ну работы больше не будет мелкого бизнеса где вы работаете сейчас больше не будет коллекторы долги по вашим кредитам выбивать у вас будут конечно куда же они денутся они как были так и остались и поэтому вы господа пойдете в криминал или чтоб деньги зарабатывать или чтобы от этих коллекторов отбиваться да в том числе раз криминал то рано или поздно вы окажетесь на зоне да сейчас уже говорят что цифровой концлагерь начинается вовсе уже понятно что вот понятно ну да цифровой концлагерь а скоро будете в обычной зоне общего режима и вот там вот если у вас есть малолетний ребенок это же вам смягчение режима обязательно это скинут пару лет срока может быть и вот это и ну и далее сейчас же тут говорят еще что конец света сейчас кризис капитала окончится третьей мировой войной разумеется ядерной будем в каменном веке жить полный крах цивилизации короче говоря так ну да что дикарями будем крысы голубей ловить тут у вас ребенок до малолетняя это это же мясо и наверно очень вкусно ну да как вот крысы как ежи кролики когда голод они свое потомство хрум 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 ведь не зря же говорят что доброта это человечность а жестокость это зверство ну вероятно надеются люди что не все так плохо и скоро и самоизоляция закончится и пандемия закончится а причем же здесь самоизоляция и пандемия которые закончатся это же идеология ну да если уж с абортами боитесь но вот поступила так поступил такой информационный повод ну и гоните пропаганду на то что вот сейчас будем жить только на пособие для детей потом всех нас отведут в концлагерь или цифровой или с криминалом будем поэтому детишками защищаться потом будет ядерная война после нее все будем дикарями каннибалами и своими детишками будем кушать тут же важно не как на самом деле а важно какую лапшу вешать на уши своим зрителям ради борьбы с абортами это точно ну а мы то о чем будем видео снимать то ну тут про психологию просят а то вероника степанова людям надоело вероника степанова ну да вот хотят кого то еще послушать ну психологию то мы конечно гнать не можем потому что мы не психологи и это афишируем но мы можем провести сеанс когнитивно поведенческой терапии когнитивно-поведенческой платочка терапии психологических травм нанесенных пролайферами сейчас покушаем и отправимся на природу записывать свой платочка терапевтический сеанс будем надеяться что тем кто получил серьезные психотравмы от действий пролайферов наш платочка терапевтический сеанс поможет а если не поможет но хотя бы развеселит мы же без юмора не можем это да особенно сейчас в такое нелегкое время до без юмора сдохнуть можно мы идем ближайший магазин но не самой короткой дорогой посмотрим чего интересного мы найдем по дороге когнитивно-поведенческая психотерапия это широко распространенная комплексная форма психотерапии сочетающая в себе когнитивную терапия с поведенческой терапии когнитивная терапия предполагает что в основе психологических проблем и психических расстройств у человека лежат ошибки мышления например такие что жизнь эмбриона дороже жизни взрослой женщины или что аборт это самое большое зло в социуме и она направлена на изменение нелогичных и нецелесообразных мыслей и убеждений человека в основе поведенческой терапии лежит идея что симптомы психических расстройств обязаны своим появлением неверно сформированным навыкам например верить агитатором и проповедником и надеяться на то что высшая сила будет вместо вас обустраивать вашу жизнь когнитивно поведенческие упражнения это лечебно профилактические средства психотерапии которые являются средствами самовоздействия и сейчас мы их вам покажем здесь никаких профессиональных психологов не нужно какая-нибудь вероника степанова вип-психолог которая живет за границей и консультирует по скайпу за большие деньги золотую молодежь богатых геев и лесбиянок просто не поймет что такое российский пролайфер оказывающий психологическое насилие на простую женщину ну в общем чтоб не скучно было мы сейчас поиграем в пролайф да куда то мы с тобой зашли ну-ка ну-ка ну нифига себе однако абортивные остатки да 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 абортивные остатки аборт это убийство а в наши дальние болота кто это затащил да вот целый ребеночек вот там вот еще какой-то ножки болтаются отдельные вот туловище а вот тут еще один какой-то обожженный вероятно после соляного аборта да возможно а вот этот целенький да это наверное после какой-то таблетки да да ух ты сколько же их здесь ну нифига себе аж целых три эти на позднем сроке а этот на раннем сроке да да разные сроки значит похоже здесь в лесу обитает маньяк гинеколог убийца надо поставить крест так ну сейчас поставим крест из чего крест то сделать ага это вопрос интересный мы сделали крест из подручных материалов и поставили его на месте захоронения абортивных остатков при счетах и так из чего так и вот вот будем надеяться что пролайферы простят нам видеоролики в которых мы покритиковали их богословие и их деятельность да, надеюсь простят мы не хотели ни с кем ссориться, мы просто хотим жить так же как и все люди да, да мы ни на что не претендуем в общем абортивные остатки и крест над ними тоже ранний срок да вот тоже ребенчик на раннем сроке абортирован вот тут отдельно ножки а это наверное этим вакуумным способом его доставали вот туловище с головой почти целиком да еще одна ножка да этот вообще целый как его вытащили а это искусственный выкидыш этот весь обожженный да наверное искусственный выкидыш это это наверное солевой способ да это солевой способ а это таблетка для искусственного выкидыша да так что вот такое кладбище абортивных отходов мы обнаружили сидя на самоизоляции отправляясь в ближайший магазин ну справедливости ради для тех кто не понял мы скажем что это вообще-то пластмассовые куклы но у нас есть фантазия спиня а А теперь надо напомнить жертвам пролайферов несколько элементарных вещей. Дети, как правило, взрослеют, вырастают и выбрасывают на помойку игрушки, в которые раньше с радостью и весельем играли. У взрослых уже совсем другие игрушки. Очаровательный, милый и няшный малыш вырастает, как правило, и превращается в очень несимпатичную, а порой еще и злобную и неблагодарную скотину. И эта скотина будет претендовать на территорию своих родителей. Ну, она же стала взрослой особью, и ей надо где-то жить и обустраивать свою личную жизнь. И, как ни странно, еще и размножаться. Если женщина решает сделать аборт или становиться матерью-одиночкой, то она не знает и не может знать последствий своего решения. Может только предполагать. И эти предположения могут оказаться неверными. Каждый человек имеет право на ошибку. И лучше отвечать за свои собственные ошибки, чем мучиться из-за того, что послушался какой-то дрянь, какого-то агитатора. Все агитаторы – это просто люди. Это не глаз Божий, даже если он Библией размахивает, а просто человек со своими амбициями, злоупотреблением доверием, злоупотреблением религией, подчиняющийся своему начальству и желающий перед этим начальством, выслужиться, в том числе и за ваш счет. И они не отвечают за последствия, если вы послушаетесь или не послушаете их агитацию. В этом видео мы не сказали ничего нового, просто напомнили об элементарных вещах, которые иногда люди забывают, увлекаясь религией и философией. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семи виды-любители Колян Платков и Лена Магадан. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Платочек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставили дизлайк, напишите, за что дизлайк. Будем работать над ошибками. До свидания. Спасибо за внимание. Спасибо.